Мы сумели провести визуальную оценку, бригады убедились в том, что они работают аккуратно. Осталось нам задать вопросы. Все вопросы можно поделить примерно на две группы. Первая – это группа, направленная на выявление профессиональных компетенций мастера, насколько он квалифицированный, какие у него знания, навыки, умения. А вторая группа направлена на выявление его личностных качеств, его убеждения и ценности, насколько он хорошо сможет выполнять наши требования, как с ним удобно будет работать. Профессиональные знания, навыки. Вот посмотрите на слайд, здесь есть несколько вопросов, с помощью которых вы можете узнать уровень его профессиональных знаний. Каким способом лучше выравнивать полы в коттедже? Как вы готовите стены на лоджии под покраску? Вы вынимаете маяки и стен? Если да, в какой момент? Какие материалы вы используете в работе? Как готовится стена под декоративную штукатурку? И под обычную штукатурку? Под шпаклевку? Как вы готовите поверхность под стяжку? И под покраску? В ходе дальнейших уроков, дальнейших модулей мы будем последовательно изучать разные технологии, мы будем изучать полы, стены, потолок и так далее. И вы будете составлять свой список контрольных вопросов, которые вам наиболее симпатичны, которые на ваш взгляд наиболее точно смогут помочь оценить квалификацию мастера. В двух словах попробую рассказать, в чем суть этих вопросов. Допустим, как вы готовите стены на лоджии под покраску? Человек должен смотреть вперед, он должен задать уточняющий вопрос. Эта лоджия будет холодная или утепленная? Потому что в холодных, мокрых зонах мы используем смеси только на цементной основе. Гипсовые у нас поплывут, известковые тоже могут создать проблему. Вы вынимаете маяки и стен, если да, в какой момент? Маяки и стен нужно всегда вынимать, если это не работа в ванной комнате и сверху не ляжет плитка. В какой момент, тоже важный вопрос, потому что от этого зависит качество выравнивания стены. Об этом более подробно мы будем говорить, когда будем обсуждать стены и технологии штукатурки. Какие материалы вы используете в работе? Плохо, если мастер здесь снимает с себя ответственность. Если мастер переживает за результаты своей работы, он будет настаивать на какой-то определенной марке, которая дает ему возможность обеспечить наилучшие качества. Например, он может сказать, что лучше всего мне работает со штукатуркой Ротбанд. Поэтому я прошу, если вы хотите хорошие качества, купите мне, пожалуйста, Ротбанд. Как готовится стена под декоративку и так далее. Чем раньше технологический этап, тем его значимость выше. Поэтому качественная подготовка в выравнивании стен важнее, чем этап нанесения финишных покрытий. Вы не сможете на плохо выравненную стену нанести красивую краску или приклеить красиво обои, они начнут расходиться. И от того, насколько квалифицированно готовятся стены под тот или иной вид финишных работ, зависит очень много. Поехали дальше. Используем данные вашего проекта. Что это значит? Вы можете, если вы брали с собой проект, если вы встречаетесь на вашем объекте с бригадиром, вы можете показать ему свой проект и попросить его почитать, составить перечень работ, составить смету или хотя бы составить список, какие ремонтно-отделочные материалы нужно закупить для того, чтобы произвести ремонт в данной комнате. Спросите бригадира по редким видам дизайнерских, экзотических работ. Умеет ли он это делать? Сможет ли он это сделать квалифицированно? Обсудите с исполнителем технологию сроки и стоимость исполнения. Самый лучший способ для того, чтобы косвенно узнать, насколько квалифицированно бригадир знает свое дело, это попросить составить перечень материалов для выполнения той или иной технологической операции. Допустим, попросите, чтобы он написал список, что нужно купить для того, чтобы обшить гипсокартон на какую-то стену или смонтировать какую-то перегородку из гипсокартона или выровнять в комнате стены, пол там и так далее. Самый простой пример. По технологии КНАУФ стены нужно обшивать двойным слоем гипсокартона. Если он посчитает гипсокартонные листы на один слой, это уже минус. Если мастер начнет включать большое количество саморезов с выпуклой головкой, то есть с пресс-шайбой, так называемых семечек, значит это тоже минус. Значит он соединяет установочный и стоечный профиль саморезами с пресс-шайбой, что запрещено по технологии. Это приводит к тому, что гипсокартон плотно не прилегает, появляются шишки, выпуклости. В конечном итоге это ухудшает качество работы, качество выравнивания стены. Таким образом, список материалов сразу даст вам информацию о применяемой технологии и материалах. Теперь мы перейдем к вопросам, которые направлены на то, чтобы выявить личностные и психологические особенности того или иного человека. Вопросы на выявление конфликтности, на выявление проблем в работе. Какие клиенты вам больше всего нравятся, какие не нравятся? С кем вы откажетесь работать и почему? У вас были конфликты с заказчиками? Расскажите последний случай. У вас было, что не сложились отношения с заказчиком? Что вы делали? Чем все закончилось? Когда бригадир рассказывает о конфликтной ситуации с заказчиками, он должен проявить, он может проявить свою объективность либо не объективность, может во всем видеть заказчика, может смотреть на эту ситуацию объективно, по справедливости. Также будет видно, насколько он в конфликте, насколько он категоричен в своих суждениях. Можно ли с ним сработаться и общаться конструктивным языком? Вопросы, которые позволяют выявить то, что он не любит делать, и на это нужно будет обращать особое внимание, если в конечном итоге вы будете с ним работать. Что тормозило вашу работу на последнем объекте? Как вы считаете, почему на объектах работа останавливается? Если бы вы искали помощника, кто бы вам больше всего подошел, кто бы больше всего помог в работе? И что вам больше всего не нравится в вашей работе? Человек может сказать откровенно, вот как мне говорили, больше всего я не люблю шкурить под лампочку. То есть, когда мастер берет переносную лампу и вышкуривает стену до идеального поверхности. Эта работа очень муторная, человек дышит часто пылью, мало кому это нравится, и мало у кого это получается здорово. Часто выявляются дефекты. И когда вы спрашиваете, допустим, как вы считаете, почему работа на объекте останавливается, этот вопрос относится к проективным, когда человек начинает на него отвечать, он рассказывает о своем личном опыте, и сразу видно, по каким причинам может остановиться. либо не подвезли материал, то есть это не его вина, либо он даст вам ту причину, которая выявляет его участие в этой причине. Продолжаем общие вопросы. Чтобы выявить надежность, мы можем описать такую ситуацию. Я рассчитываюсь полностью, но только по окончании работы. Вы готовы начать работу на основе просто подписанного договора, без аванса? Как правило, настоящий мастер, который уверен в том, что его работа заказчику понравится, у него положительный опыт общения с заказчиками, здесь склонен нам доверять, он готов приступить к работе без аванса, потому что его ни разу не кидали. Не кидали, потому что он настолько классный, ответственный человек, что никто не хочет с ним портить отношения. Дисциплина и организованность. Как строится ваш рабочий день? Неделя. Если виден какой-то режим дня, если есть четкий график, значит, это человек дисциплинированный. Вы не возражаете, если мы разместим на объекте веб-камеру, чтобы иметь постоянную трансляцию хода работ? Сама по себе веб-камера не очень эффективный метод контроля, но зато она нам помогает оценить готовность человека работать под присмотром. Если человек начинает всячески увиливать, избегать от установки веб-камер, это тревожный признак. Надо к нему внимательно присмотреться. клиенты-ориентированность. Что для вас самое важное в отношении к заказчикам? Что вас больше всего раздражает в клиентах? С каким клиентом вы бы не хотели работать? Мы из этих вопросов понимаем, как человек оценивает себя, оценивает заказчика, как он строит отношения с заказчиком. Опишите идеального заказчика для себя. Тут тоже, когда человек начинает описывать, у нас появляется очень много информации к размышлению. Следующий критерий – управляемость, стремление к росту качества своей работы. Вы спрашиваете, вы считаете себя профессионалом? Почему вы так думаете? В ходе ответа, если человек ссылается на какие-то объективные оценки, на мнение окружающих, на мнение хозяина квартиры, заказчика, значит, он адекватно воспринимает критику, значит, он прислушивается к внешнему мнению, к мнению чужих людей, он способен подстраиваться, реагировать. Если он говорит, что я профессионал, потому что я это знаю, я так считаю, значит, у него так называемый внутренний тип референции, он полагается всегда только на свое личное мнение и с таким человеком очень тяжело ужиться, притереться, преработаться. Он не склонен слушать чужое мнение и склонен поступать только так, как считает сам нужным. Что вам кажется, что вам нравится, а что вам не нравится в заказчиках? Если он начинает описывать, что ему не нравится, когда заказчики стоят над душой, мешают ему работать, это тоже должно вызвать у вас дополнительные вопросы. Еще какие общие вопросы? Мы с помощью них можем выявить мотивацию и приоритеты в работе. Поподробнее об этом. Многие люди склонны обобщать, они думают, что то, что их драйвит, то, что их заводит, то, что их заставляет работать с большей интенсивностью, с большей отдачей, то же самое действует и на других людей, на окружающих. На самом деле не так. Людей психологи разделяют на разные типы и типов таких, как минимум, пять. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, но суть в том, что не всегда людей заводят только деньги. Для многих людей важен интерес в работе, для многих интересно, допустим, творческое задержание работы, для кого-то важна оценка, важно, чтобы его хвалили, для кого-то важно чувствовать себя хозяином положения, чувствовать себя авторитетом, чувствовать, что все от него зависит, и фактор денег для таких людей отступает на второй план. Поэтому задавайте вопрос, вам нравится ваша работа, что вам больше всего нравится? Человек будет вам отвечать откровенно. Спрашивайте, что для вас самое важное в работе? Слушайте внимательно ответ. Есть так называемые проективные вопросы. Это хитрые вопросы, которые позволяют выявить то, что человек не хочет рассказать. Суть проективного вопроса, что мы спрашиваем не конкретно о человеке, а вообще абстрактно о людях. Например, что заставляет людей работать с полной отдачей лучше всех остальных. Человек, отвечая на этот вопрос о каких-то абстрактных людях, на самом деле говорит о себе, о своей мотивации, о том, что его заставляет лучше работать. Идеальная работа для вас это. Человек рассказывает, что для него идеальная работа. по сути, он рассказывает перечень своих мотиваций. Чем хороший мастер отличается от плохого? Это тоже вопрос, который направлен на выявление мотивации. У человека есть свое представление, свой образ идеального мастера, и он хочет к нему стремиться, он хочет ему соответствовать. И описывая хорошего мастера, он описывает свою идеальную модель. И когда мы его к этой модели поведения приводим, мы таким образом можем на него воздействовать. Мотивация это та самая волшебная кнопка, с помощью которой мы можем воздействовать на человека, чтобы он работал максимально продуктивно, максимально производительно и получал от работы удовольствие. Есть группа вопросов, которые направлены на выявление честности и ответственности. Это очень важный блок вопросов, может быть один из самых важных, потому что не секрет, что народ у нас лукавый, и мы с первого взгляда не сможем определить, способен человек на воровство, на обман или нет. Но есть специальные вопросы, которые помогают нам в этом. Самый лучший на мой взгляд вопрос, почему на одних объектах люди воруют, а на других нет. Как вы думаете, какой правильный ответ? Почему на одних объектах люди воруют, а на других нет? Почему на одном месте работы люди воруют, а на другом нет? правильный и представьте, одно дело, когда человек говорит, добиваются успеха те, кто думает головой, кто долго напряженно работает, кто ставит себе высокие цели и настойчиво идет к их выполнению, и либо человек говорит, самые богатые это те, кто умеют крутиться, те, которые имеют связи, те, которые воруют, те, которые бизнесмены, хапуги, конечно, охота работать с первым кандидатом, у которого здоровое представление об успехе. Третий вопрос, при каких обстоятельствах вы снимете с себя гарантийные обязательства? По сути, ни при каких. Правильный ответ, человек не должен снимать с себя гарантийные обязательства. Рекомендации. Хорошо, если человеку могут дать рекомендации с последнего места работы, но мы это делаем не в лоб, а завуалированно. Сначала спрашиваем, у кого вы работали в последний раз? Он отвечает, как его зовут? Он дает имя. Дайте, пожалуйста, его телефон для рекомендации. Понятно, что у него должен сохраниться телефон последнего клиента, последнего заказчика. Если он вам не даст телефон, у у меня вывод только один. Он очень плохо расстался с этим заказчиком. Если он вам дает телефон, вы сразу по окончании встречи с мастером, с исполнителем звоните этому заказчику и подробно его расспрашиваете, какие он может дать рекомендации. люди отвечают очень дипломатично уклончиво и для того, чтобы вот этого рекомендателя разговорить есть вопрос, который позволяет получить честный ответ. А вы бы стали рекомендовать вашего мастера своему другу, своей маме, своему родственнику? А бы вы взяли его еще раз на работу, когда у вас появится новая квартира или новый дом. И вот тут человек уже начинает отвечать прямо. И сразу понятно, готов он дать ему рекомендацию или не готов. Этот урок вам позволит профессионально отобрать лучшую бригаду из всех возможных. Держитесь за нее, не упускайте. А теперь переходим к следующему уроку. Он касается организации работы ремонтной бригады. До встречи!